Всем привет! И сегодня мы продолжаем разговор про веки. Мы с вами в прошлый раз проговорили про синдром сухого глаза. Я также рассказывала про массаж. И, конечно, сейчас мне бы хотелось обратить внимание на более серьезные проблемы, которые бывают, если ничего не делать. Очень часто ко мне приходят пациенты с раздражением век, с красными глазами, с вопросом, это конъюнктивит, это аллергия или что это. И при осмотре мы видим, что это просто очень запущенный синдром сухого глаза. То, что это синдром сухого глаза и то, что это вроде не страшное заболевание, не делает его менее дискомфортным для человека при этом. Поэтому наша задача обязательно помочь такому человеку и предупредить дальнейшие осложнения. Какие могут быть проблемы при синдроме сухого глаза? В первую очередь это дисфункция мейбомиевых желез. То есть у нас мейбомиевые железы работают настолько плохо, что не выделяют нормальное количество секрета или он слишком вязкий, он застаивается в водных протоках и развивается мейбомиит. Особенно, если туда присоединяется вторичная инфекция. В такой ситуации нам надо лечить уже более тяжелое состояние, не просто дисфункцию, а воспаление. Чем опасно воспаление? Это присоединение вторичной инфекции, это воспалительный очаг, который может развиваться дальше. В своей практике я не раз видела, как обычный холиозен, который можно полечить местно, можно полечить местными каплями, мазями. Начинает развиваться еще большее воспаление, становится абсцидирующим холиозен, дальше перерастает в абсцесс век и его надо уже вскрывать. Конечно, до этого доводить нельзя. Как правило, такие проблемы есть у людей, у которых есть какое-то сопутствующее заболевание. Это могут быть пожилые люди с сахарным диабетом, это могут быть дети со сниженным иммунитетом, это может быть в принципе какое-то состояние после тяжелой болезни, когда иммунитет снижен и поэтому садятся дополнительные проблемы, в том числе вторичные инфекции. Что мы можем с этим сделать? Я всегда говорю, что такие вещи лечить самостоятельно нельзя, самолечением заниматься опасно, поэтому первая моя рекомендация всегда это идите к доктору. Вам надо дойти до офтальмолога, чтобы он посмотрел, что это. Это просто закупорка, это холиозен, это ячмень у нас назревает или это уже абсцидирующий холиозен, это надо вскрывать или это достаточно поделать небольшие массажики, чтобы закупорка ушла. Это все будет решать на приеме врача. Как это обычно выглядит? Если у нас краевой мейбомиит, у нас край века будет красный, у нас будут такие белые точечки, их можно самостоятельно даже увидеть по краю век, вот и будет дискомфорт, будет ощущение сухости, дискомфорта. Справляться с такой дисфункцией мейбомиевой железы можно просто массажем. Обычным массажем можно чуть-чуть погреть веки и помассировать их, тогда закупорка уходит. Важно помнить, что если у нас не просто закупорка, если у нас все-таки развивается уже холиозен, то мы его греть не имеем права. Да и массировать его по большому счету не получается. Иногда бывает так, что местное лечение в виде капель, в виде антибактериальных мазей, оно не сильно помогает, и тогда делают даже укол непосредственно в холиозен, укол этих веществ, в частности противовоспалительных, в частности дипроспан. Дипроспан можно уколоть в холиозен, тогда довольно быстро снимается воспаление. Но это не отменяет местного лечения. И естественно, если у нас мы видим, что это абсцидирующий холиозен, если его надо вскрывать, то это уже полноценная такая хирургия, где мы вскрываем гнойник, где мы промываем его. Дальше антибиотикотерапия, иногда системные антибиотики надо принимать, поскольку местное уже недостаточно работает. И, конечно, это все надо следить за этим. Обязательно обращайтесь к доктору, то есть не делайте это сами, не пытайтесь выдавить вот этот прыщик на веки, вы сделаете только хуже. Может получиться так, что гной, который содержится в этой воспалившейся железе, прорвется просто в ткани века, и мы получим более тяжелое осложнение, которое лечить будет долго и неприятно. Поэтому не забывайте ухаживать за собой, любите себя, обращайтесь вовремя к врачу и будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok